Никто не знает, как оно действует, но им все пользуются. На нем основываются научные выводы об эффективности медикаментов, хотя оно само иногда может быть лекарством. Непостижимая, как сама природа человека, загадочная и противоречивая – плацебо. Плацебо – это некое безвредное вещество, которое приготовлено при помощи определенных, скажем так, безвредных лекарственных препаратов, не несущее какого-либо терапевтического эффекта. Если мы говорим о происхождении этого слова, это идет от латыни и переводится как «пустышка». Сегодня самое широкое применение для плацебо нашлось в клинических испытаниях. С помощью таких исследований фармкомпании доказывают, что их новый препарат эффективен благодаря лечебному эффекту, а не убеждению человека. Именно на сравнении действия препарата с плацебо и выросло то, что мы сейчас называем «доказательной медициной». Основная сфера применения плацебо – это исследования. Потому что первое место, где врачам нужны плацебо – это показать, что препараты, настоящие медицинские препараты отличаются от того, чего, соответственно, они не могут делать. И поэтому все современные препараты прошли на своем, скажем, этапе формирования, создания этапа плацебо-контролируемых исследований, когда ни пациент, ни врач, ни даже исследователь, который оценивает результат, не понимает, было ли у человека в баночке или в ладошке насыпана врачом пустышка, либо тот действительный препарат, который исследуется. Веками люди считали, что плацебо – это обман, каким бы приятным он ни был. Впрочем, время идет, но, кажется, ничего не меняется. Пилюля из крахмала, сахарные шарики и инъекции подсоленной воды. Сложно поверить, что в 21 веке эти средства до сих пор используют для лечения. Удивительно другое – все эти пустышки и впрямь работают. Но как именно? Ученые разводят руками. Точный механизм до сих пор непонятен, но кое-что известно. Эффект плацебо – это вера. Вера в лекарства, вера во врача и вера в себя. Человек, он знает, что совершив какие-либо действия, проявив какую-то инициативу, он привык получать результат. Поэтому мы, например, если болеем, мы идем к врачу. То есть мы записываемся на прием, мы идем к врачу, и уже от этих действий мы получаем положительный результат. Есть люди, которые очень чувствительны к дофамину. То есть дофамин – это гормон, который отвечает за положительный результат, дает нам наслаждение, когда мы совершаем какое-то действие. Поэтому люди, чрезмерно чувствительные к дофамину, также могут наиболее ярко реагировать на плацебо. Лечение пустотой или же препарат от всех болезней? Как работает плацебо? Способно ли оно вытащить пациента с того света? И правда ли, что все болезни от нервов? Мысли, мы говорим, что да, порой они материальные. Если пациент верит, то, естественно, эта вера трансформируется по нейронным связям и начинают вырабатываться гормоны. Ну, в народе говорят, гормоны счастья. Вера в таблетки – плацебоэффект не может быть осуществлён без веры врача, который дал эти таблетки. И тогда мысль от того, что врач хороший, и значит, он не может назначить плохую лекарственную терапию или плохой лекарственный препарат, тогда и вера в эти средства будет столь же эффективна, как и действия врача. Мы привыкли принимать таблетку, ожидать от него эффекта, и поэтому мы и получаем плацебоэффект. Я просто беру все таблетки, всё смываю в унитаз и говорю, всё, либо я умру, либо всё это закончится. Если человеку сказать, что всё будет хорошо, то, в принципе, и он будет настраиваться на это. В некоторых случаях и глюкоза становится эффективной, когда человек верит. Очень часто путают эффект плацебо с действием гомеопатических препаратов. Люди, которые озабочены своим здоровьем, люди, которые тревожатся в здоровье. Особенно люди тревожные, они более подвержены эффекту плацебо. Еще несколько столетий назад было сложно отделить магические ритуалы от работающих методов, так что почти все лекарственные препараты представляли собой плацебо. Глаз жабы, крылья летучей мыши, ртуть, минеральная вода, электрический ток. Все это, каждое в свое время, рекламировалось как панацея от всех болезней. С развитием науки все изменилось. Плацебо добралось и до медицины. Во время Второй мировой войны американский анестезиолог Генри Бищер из-за нехватки морфия под видом обезболивающего вкалывал раненым солдатам физраствор. Он с удивлением обнаружил, что в 40% случаев боль действительно отступала. Так было сделано одно из первых медицинских описаний эффекта плацебо. Эффект плацебо изучали и изучают его достаточно давно и применяют его давно в медицине. Его применяют врачи, которые обнаружили путем наблюдения, что люди могут реагировать положительно на предложение им некого лекарственного средства, которое еще обладает какими-то положительными свойствами при ознакомлении пациента с этими положительными свойствами, скажем так. Если человек внушает доверие, которое предлагает принять лекарственный препарат или лекарственное средство. Сегодня в научных кругах, говоря про плацебо, имеют в виду любую симуляцию лечения, благодаря которой состояние пациента улучшается. Это могут быть таблетки, пустышки, уколы физраствора и даже имитация хирургического вмешательства. Суть метода в том, что человеку становится лучше от самого факта, что его чем-то лечат, и веры в то, что терапия поможет. Эффект плацебо – это эффект, который лекарству не наделено никаким, в общем-то, фармакологическим свойствам. Оно может состоять из крахмала, из глюкозы, если это таблетированное средство, а если нет таблетированное, там может быть обычный натрий хлор и физраствор, который, в общем-то, не несет никакого вреда, но и никакой пользы. Точный механизм действия плацебо ученым до сих пор неизвестен. На этот счет есть несколько теорий. Первая гласит, что это банальные рефлексы. То есть, если мы привыкли ассоциировать таблетки с облегчением боли, их прием будет стимулировать выброс эндогенных опиатов – наших природных обезболивающих, даже если никакого действующего вещества в лекарстве нет. Мы привыкли уже в течение своей жизни принимать препараты и ожидать от них эффекта. И плацебо тоже обладает таким же действием. То есть, мы привыкли принимать таблетку, ожидать от него эффекта, и поэтому мы получаем плацебоэффект у людей с определенными характерами личности, особенно у внушаемых лиц, которые прониклись доверием к тому, кто предлагает им принять лекарственный препарат. Есть и другое мнение, что эффект плацебо происходит из теории ожиданий. То есть, тут работает наша вера в то, что конкретные действия приведут к конкретным результатам. На практике это выглядит так. Пациент ходит в поликлинику, выполняет рекомендации доктора, принимает лекарства, веря, что это поможет вылечиться. В результате запускаются механизмы саморегуляции психики, которые действительно помогают улучшить состояние. Если человеку сказать, что все будет хорошо, то в принципе он будет настраиваться на это. Поэтому эффект – это скорее результат от определенных действий специалиста, врача, самого человека и некого инструмента, который будет приложен для достижения наилучшего результата, чтобы человек, скажем так, либо оздоровился, либо получил тот эффект, который он ждет. Но самая популярная область использования плацебо – это вовсе не лечение, а испытание медпрепаратов. Как правило, тестируют новый препарат на двух группах пациентов. Одна из них получает непосредственно лекарство, другая – пустышку. И сравнивают, как на них реагируют люди с одним и тем же заболеванием. Если одинаково, значит, лекарство никуда не годится. Золотым стандартом проведения клинического исследования является двойное слепое рандомизированное клиническое исследование. Это когда ни пациент, ни врач не знает, какая группа, какое лечение получает. Потому что требования по законодательству – это полная имитация формы, внешних свойств вещества, которое применяется в каждой из трех групп. Споры о том, насколько этично применять плацебо, не утихают с момента его изобретения. В том числе и в клинических исследованиях. Многим кажется несправедливым, что одна группа пациентов получает потенциально эффективное лекарство, а другая – пустышку. Но по закону такие исследования проводят на добровольцах, которые идут на это осознанно. Он знакомится с информацией полной по уходу клинического исследования. И там его ставят в известность, что он может попасть случайным образом в группу, которая будет получать плацебо. При этом никто из пациентов, участвующих в исследовании, даже врач, если это двойное слепое исследование, не будут знать, где находится пустышка, в какой группе пациенты это принимают. Но пациенты будут получать все необходимое медицинское обслуживание, лечение. Мужчины более подвержены эффекту плацебо. Если человек очень внушаемый, у него возникнут все побочные эффекты. Я решила, что я больше ничего пить не буду и обследоваться я не буду. Я на таких эмоциях ему кричу. Он такой улыбнулся и говорит, я думаю, ты пошла на поправку. Одного изменения образа жизни, ну как, скажем, доказанного способа лечения болезни, мне неизвестно. Многие считают, что гомеопатия сама по себе является плацебо. 95% врачей используют для лечения пациентов плацебо. К такому шокирующему выводу пришли ученые из Оксфорда. Оказалось, большинство медиков из Великобритании применяют лекарства пустышки, потому как верят в их эффективность. Некоторые врачи считают, что самовнушение иногда действует на пациентов сильнее лекарственных препаратов. Плацебо нередко выступает как некая магическая сила. Вера пациентов в препарат или безграничное доверие своему лечащему врачу запускает внутренние резервы исцеления нашего организма. Это хороший инструмент, особенно когда большую роль в развитии болезни играет психосоматика. Есть такое понятие в медицине психосоматика, когда нет гармонии души и тела, и в результате чрезмерной нагрузки на работе или каких-то конфликтных ситуаций дома человеку начинает что-то и где-то болеть. Это может быть дорсалги, наиболее часто встречаемая боли в спине. И это не боли, которые подтверждены проблемами с позвоночником, а это психогенные боли в спине. Лекарственные препараты недейственны, потому что нет проблемы, нет болезни. Но пациент верит, что бы он не пил, здесь будет эффект. Это Анна Снегирёва. И 15 лет назад её жизнь резко изменилась. У девушки появились адские боли, от которых она теряла сознание. Многочисленные исследования не давали результата, пока наконец не прозвучал страшный диагноз – болезнь Крона. Реанимации, больницы и горсти таблеток. Всё, что удавалось медикам, лишь снимать обострение. Буквально через месяц Анна снова оказывалась на больничной койке, пока врач не предположил, что проблема кроется в голове. Всё изменилось с рождением ребёнка. Удивительным образом болезнь отступила на долгие три года. До того момента, пока Анне не пришлось вновь выходить на работу. Я инженер-энергетик. Я работала в проектном институте. Отучилась, пришла и поняла, что это немножко не моё. То есть мне было скучно, грустно, и на работу я шла как на какую-то пытку. Когда я вернулась с декрета на работу, я опять же, то есть я уходила с обострением в декрет, потом всё это без работы было хорошо, и когда я туда возвращалась, опять начиналось обострение. Поэтому я ушла ещё на год по болезни за свой счёт. В тот момент к девушке пришло понимание, что пора менять свою жизнь. Анна уволилась с нелюбимой работы. На свой страх выбросила аптечку и отправилась в тренажёрный зал. Так начался долгий путь выздоровления. В какой-то определённый момент я просто помню, что очередной раз я просыпаюсь вообще с сумасшедшими болями. Я просто не могу ходить даже по квартире. Я просто беру все таблетки, всё смываю в унитаз и говорю, всё, либо я умру, либо всё это закончится, потому что так жить просто больше нельзя. Просто покупаю абонемент в зал. Ну, я не могу ходить, но я покупаю абонемент в зал. Говорю, нет, всё, мы скажем организму, что ты здорова. Хоть говорили спортом нельзя заниматься, я заметила, что мне это помогает. То есть у меня проходят боли. Вот это всё, как ни странно, начало помогать мне возвращаться к жизни, и у меня опять случилась очень долгая ремиссия. И сейчас, в данный момент, прошло 10 лет уже, да, 10 лет ровно, когда я не прошла ни одного обследования, я не лежала ни в одной больнице. Одного изменения образа жизни, ну, как, скажем, доказанного способа лечения болезни, мне неизвестно. Скорее всего, влияние идёт не на болезнь, а на вот эти, опять же, неспецифические реакции организма, которые могут давать и положительное. Положительное, естественно, вот то, что мы называем эффектом плацебо. Болезнь Крона – аутоиммунное заболевание. То есть это агрессивная реакция иммунной системы на клетки кишечника. Точная причина такого нарушения до сих пор неизвестна. Но один из факторов риска – стресс. Именно поэтому всё чаще опытные доктора направляют пациентов с болезнью Крона на консультацию к психологу. Я, когда пришла к профессору своему на консультацию, вот тогда, когда я избавилась от всех лекарств, я говорю, я устала, я не могу, я не хочу просто больше пить эти лекарства, мне плохо, говорю, я всё смыла, я решила, что я больше ничего пить не буду и обследоваться я не буду. Я на таких эмоциях ему кричу. А он такой улыбнулся и говорит, я думаю, ты пошла на поправку. Он мне сразу говорил, что нужно первоначально проработать с головой. Болезнь Крона – это серьёзный диагноз, тяжёлый диагноз, но вера в себя, она творит чудеса. Но по существу это не плацебоэффект, это эффект веры в себя. Когда человек хочет выздороветь наперекор судьбе, знаете, не важно, сколько раз ты падал, важно, сколько раз ты поднимался с колен. Результат её болезни был лишь результатом, и как следствие это была работа, окружение, возможно, какие-то конфликтные отношения, которые привели её к болезни. Ведь многие болезни, как издревле говорили, все болезни от нервов. Для эффекта плацебо важен контекст, в рамках которого происходит лечение. Оказывается, на пациента влияет не только приём самого лекарства, но и то, при каких обстоятельствах он его получит. Например, в поликлинике от человека в белом халате, которого мы считаем настоящим профи. Не менее важны и слова доктора. Если врач уверен в диагнозе и обещает выздоровление, пациент с большей вероятностью почувствует себя лучше. Доверие, которое возникает на первых этапах взаимодействия врача и пациента, это, наверное, самый важный момент в лечении. И если врач индивидуально подбирает терапию, и если даже назначает какие-то не очень значимые препараты, но объясняет человеку, что сначала он назначит более слабый препарат, потом более сильный, если он ему не поможет, то уже от веры в врача пациент начинает верить и в лекарственный препарат, который, возможно, растительного происхождения. Но уже на первых этапах приема этого лекарственного препарата пациент чувствует облегчение и, естественно, благодарность врачу. Врачи многократно пытались применять плацебо в кардиологии и других отраслях медицины. И практика показала, что пустышки хорошо снимают тошноту и головную боль. Но американские исследователи пошли еще дальше и провели эксперимент работы плацебо в хирургии. И были пациенты в этом исследовании, которые испытывали на себе имитацию хирургического вмешательства по операции на сустав. И полностью была подготовлена операционная, полностью обрабатывалась колено, говорилось пациенту, что он не будет испытывать болевого синдрома, потому что он под обезболиванием и так далее. И были поразительные результаты, когда пациенты действительно шли на выздоровление. Когда им раскрывали действительно суть эксперимента, они были просто удивлены, что операция у них не проводилась, они получали такое лечение и такой эффект. Но если существуют позитивные психологические ожидания от препарата, почему бы не быть и негативным? Специалисты выяснили, что если пациент не верит в лечение, не сработает даже проверенное методами доказательной медицины средство. Это так называемый эффект нацебо – полная противоположность плацебо. Марья Ивановна из 6-го подъезда, ей помог такой-то препарат N. И, соответственно, Екатерина Петровна, которая идет сейчас на прием к врачу, будет ожидать, что если врач ей назначит этот препарат, ну, при схожей, например, патологии, то схожим образом он подействует эффективно, как у Марьи Петровны. Ну и, соответственно, если Марья Петровна, наоборот, рассказывает о том, как этот препарат негативно влияет на ее здоровье, вне зависимости от того, на самом деле этот эффект будет, Екатерина Петровна при назначении такого препарата будет ожидать, и здесь мы получаем обратный эффект, эффект нацебо, да, то есть ожидать побочные эффекты, и с большей вероятностью будет их испытывать. Иногда эффект нацебо нечаянно вызывают сами медики, перечисляя десятки возможных побочных эффектов при назначении препарата. Ученые заметили, если делать акцент на негативных возможных эффектах, у пациента больше шансов их получить. Рекомендую сейчас врачам, рассказывая о препаратах, спрашивать у пациента, хочет ли он знать о побочных эффектах, либо не хочет, потому что, ну, врач-то владеет этой информацией, да, но, возможно, если пациент скажет, что я не хочу знать, они будут в той частоте, в которой именно лекарство специфически может их проявить. Но эта частота, опять повторюсь, она всегда несоизмеримо мала по сравнению с возможными психологическими дополнительными, не специфическими эффектами, уже вот отрицательными. Если человек очень внушаемый или постоянно тщательно прочитывает все побочные эффекты от назначенного препарата, то, безусловно, у него возникнут все побочные эффекты. И поэтому врач, когда назначает лекарственный препарат, всегда старается упредить это и рассказать пациенту о всех возможных побочных эффектах, которые могут появиться, но крайне редко. И пациент успокаивается. Поэтому мы говорим о том, что слово «врача», оно очень важно для пациента. Впрочем, иногда особенно мнительные граждане сами провоцируют нацеба, читая список побочных эффектов к лекарству и ожидая, что они обязательно с ними столкнутся. Некоторые из-за страха и вовсе отказываются от лечения. Порой приходят на консультирование люди и говорят, вот, вроде бы мне терапевт назначил такой препарат, ну как вы считаете? И вы понимаете, в этот момент ты уже понимаешь, что человек будет по максимуму использовать абсолютно все противопоказания, которые он прочитал в инструкции. Вот это и есть эффект нацепт. То есть человек на себя применяет по максимуму вот эти вот противопоказания, которые есть в описании лекарственного препарата. Буклеты о заболеваниях школы пациентов, где это образование на самом деле очень хорошо снижает побочные эффекты, когда пациентов в правильном смысле знакомят с тем, что да, они бывают, но, например, можно сказать, что у 5% пациентов они бывают, а можно сказать, что у 95% их нет. И в данном случае 5% бывают. Не формируем, а усиливаем потенциальный эффект нацепа, а у 95% нет, мы усиливаем эффект плацепа, то есть вероятность, что человек все-таки будет стремиться себя отнести к тем, кому будет хорошо. И даже, возможно, если он их от специфического, от настоящего действия препарата испытает, но все-таки относя себя к группе, условно, хороших, без побочных эффектов, он будет легче их переносить. Но есть и другие факторы, которые способны усилить веру в лекарства, и они вовсе не медицинские. Кажется, маркетинг добрался и до плацебо. Яркая реклама, совет опытного фармацевта, солидная упаковка – все это влияет на наше восприятие препарата. А если средство еще внешне неотличимо от аптечных аналогов, то сахар или вода сразу приобретают в сознании больного статус панацеи. Интересно, что выделены факторы, которые у многих людей гарантируют проявление эффекта плацебо. Это такие факторы, как высокая цена лекарственного препарата, известный бренд, который рекламируется активно, и люди про него знают и говорят. Дальше цвет лекарственного препарата – желтый или красный – это выигрышные цвета для плацебо. Далее – это инъекционный препарат. Мужчины более подвержены эффекту плацебо. Вам заболела голова. У вас нет лекарственного препарата, таблетки от головной боли. Но ваша знакомая сказала, не переживай, у меня недавно появился новый лекарственный препарат, мне его привезли из Парижа. Таблетки очень дорогие, но очень эффективные, и я это с тобой поделюсь. Дает вам лекарственный препарат, дает таблетку, буквально через 5 минут вы чувствуете облегчение, расслабление, головная боль просто улетучилась. И вы начинаете спрашивать, что это за чудодейственный препарат, который дал столь быстрый и хороший эффект. Она говорит, ну это была вообще-то глюкоза. И знаете, в некоторых случаях и глюкоза становится эффективной, когда человек верит. Споры вокруг нетрадиционных методов лечения ведутся давно. Плацебо, деньги на ветер. Эпитеты, которые каждый из нас хоть раз слышал в отношении гомеопатических лекарств. История этой сферы началась чуть более 200 лет назад, с Самуэля Ганнемана. Тогда он предложил лечить болезнь лекарством, которая у здорового человека вызывала симптомы этой самой болезни. Как бы сейчас сказали, клин-клином. Несмотря на общественный скепсис, гомеопатию признала даже Всемирная организация здравоохранения. Очень часто путают эффект плацебо с действием гомеопатических препаратов. Многие считают, что гомеопатия сама по себе является плацебо. Но это не так. Клинический опыт показывает, что лечение новорожденных детей, младенцев, которые не подвержены эффекту плацебо, дают прекрасные результаты. Поэтому сами гомеопатические препараты – это не плацебо. Это препараты, которые работают по своим законам. Сегодня же некоторые специалисты уверены, что подобные препараты – это просто сахарные горошки, которые не содержат каких-либо активных ингредиентов. Поэтому любые заявления пациентов об их чудотворном эффекте объясняются исключительно эффектом плацебо. И пока медики ставят гомеопатию под сомнение, граждане голосуют рублем. Мировой рынок гомеопатических лекарств на подъеме. Согласно прогнозу, к концу 2026 года на планете будет продано более миллиарда препаратов. Лидеры потребления – Северная Америка, Индия и Европа. Например, во Франции половина населения страны хотя бы раз применяли гомеопатические средства. Если это острое заболевание – простуда, грипп, вирус, ковид и так далее, гомеопатия прекрасно справляется с этим у нас в самом начале заболевания. Хотя бывают случаи довольно-таки сложные, и гомеопатия в таких случаях выступает как комплементарная дополнительная терапия к основной терапии. И это улучшает, убыстряет процесс выздоровления, снижает побочные эффекты, не так длительно нужно принимать антибиотики. Есть врачи, которые практикуют только альтернативную медицину, и, условно, там, наверное, они себя так и называют. Я думаю, что в системе государственных таких врачей всё-таки не очень много, да. Возможно, они там есть в негосударственной медицине. Ну и, соответственно, есть люди, которые практикуют, будем так называть, альтернативную медицину, не являясь врачами. Ну и тогда, конечно, если они всё-таки диагнозы не ставят и лекарства не назначают, ну, наверное, это не медицина, а это что-то такое про питание, про оздоровление. К сожалению, человек, у кого, мы будем называть так, клиническая эпохондрия или такой диагноз, очень слабо реагирует на плацебо. Так же было и при COVID-19, и страх порождал неверие ни в медицину, ни в выздоровление. Очень часто эффектом плацебо пользуются недобросовестные производители и особенно распространители, например, БАДов. Пройдёт время, прежде чем гомеопатия встретится с наукой. Я считаю, что мы можем где-то сами себя программировать, и мы можем сами себя исцелять. История эффекта плацебо раньше была простой. Когда люди не знают, что принимают сахарные таблетки, таблетки могут работать. Это основа эффекта. Но несколько лет назад всё изменилось. Учёные провели исследование и выяснили, что пациент, даже зная, что принимает пустышку, может ощутить положительный эффект. Именно на нём, по сути, зиждется магия плацебо. С эффектом нацебо всё ровно наоборот. Вот где сила человеческого воображения действительно безгранична. Тогда, когда болезнь хроническая, и когда человек годами борется с этой болезнью, она не проходит, из лечения не может наступить при хронической болезни, конечно, в момент обострения человек эмоциональный уязвим. Он более в состоянии аффекта, например, может какое-то слово, какое-то, скажем, сказанное даже не ему, а другому или о другом пациенте воспринять на свой счёт. Значит, оно кончается, моё время кончается, надежда кончается. А оно это может быть, я не знаю, что-то связанное с препаратами или с чем-то ещё. И, конечно, это может быть воспринято эмоционально, получится вот этот уже опять эффект нотсеба. Так же было и при COVID-19, когда человек казалось, что все вокруг болеют, я обязательно тоже заболею и умру. И, конечно, от страха, от переживаний его иммунная система страдала. И страх порождал не верение ни в медицину, ни в выздоровление, ни в свою собственную личность. А те люди, которые верили в то, что они обязательно справятся, потому что им надо ухаживать за близкими, родными, у них есть дети, у них есть работа любимая, они, если даже заболевали, то течение заболевания было куда гораздо легче, нежели у тех, которые очень сильно боялись, тревожились. Может сложиться впечатление, что плацебо – это волшебное средство, и что достаточно поверить, чтобы исцелиться от любой болезни. Это не так. Пустышки не имеют серьёзных клинических эффектов. Лучше всего плацебо влияет на боль и тошноту. Но это настолько субъективно, что измерить настоящую силу невозможно. Поэтому плацебо используют только в том случае, если отсутствие настоящих лекарств не навредит. Если говорить про пользу, замечательная и колоссальная польза, на самом деле, вот этого вот направления, этого эффекта. Но есть определённые заболевания, при которых ни в коем случае нельзя применять вот эти вот элементы, и такие какие-то препараты с элементом плацебо. Мы говорим про онкозаболевания, мы говорим про инфекционные заболевания, про бактериальную инфекцию и, конечно, говорим про ВИЧ. И в ряде случаев сердечно-сосудистая патология может применять в себе эффект плацебо, но болезни сердца, как правило, тоже входят в группу противопоказаний и вот применение такого момента. В том, что человек стремится быть здоровым, нет ничего плохого. Однако бывает, что это стремление приобретает навязчивый характер, потому как лечить по факту и нечего. Они постоянно ищут у себя какие-то проблемы. Если одну проблему они уже нашли, то проблема эта быстро перетекает в какую-то другую. Это люди, у которых стакан с водой всегда наполовину пуст. Они всегда будут недовольны врачами, лечением, семьёй, лекарствами. Но, к сожалению, это такой тип личности, и это в том числе и заболевание, которое тоже относится к психосоматике, которое лечить очень сложно. Но мы, помимо лекарственных препаратов, которые мы тоже используем, эффективных, мы используем ещё и психотерапию, которая в данном случае оказывается более эффективна порой, чем лекарственные препараты. Люди, которые озабочены своими здоровьем, люди, которые тревожатся здоровьем, особенно люди тревожные, они более подвержены эффекту плацебо. К сожалению, человек, у кого, мы будем называть так, клиническая эпохондрия или такой диагноз, очень слабо реагирует на плацебо. То есть на препараты, которые эффективны, они реагируют, но попытка их лечить с помощью плацебо даёт скорее обратные эффекты, они ещё более убеждаются, что врачи не умеют. То есть мало того, что они диагноз не могут поставить, они и лечить не могут. И на здоровых людей это сработает. Собственно, когда скорая выезжает и от укола воды становится легче, скорее всего, человек находится здесь в сфере здоровья, но озабоченности, скажем там, своим состоянием. Если стало хуже, опять это надо, чтобы выезжала уже не та скорая, а другая, психиатрическая. Сегодня людей лечит интернет. Мнительные пациенты, насчитавшись описаний болезней, как правило, находят у себя почти все симптомы. И тут же всемирная паутина предлагает лекарства, которые обещают исцеление от всех недугов. Достаточно вспомнить чудо-препараты, которые активно рекламируются и продаются чуть ли не на каждом углу. Очень часто эффектом плацебо пользуются недобросовестные производители и особенно распространители, например, БАДов или продуктов, которых наделяют лечебным эффектом. По законодательству стран ЕАЭС биологически активные добавки к пище относятся как раз к пище и не обладают лечебным эффектом. Лечебным эффектом обладает лекарственный препарат. Так тоже написано в законодательстве. Под раздачу попала и гомеопатия. За последние 30 лет было выполнено много исследований подобного лечения. Сторонники такой медицины приводят их в качестве доказательств эффективности метода. В России также проводятся рандомизированные исследования гомеопатических препаратов. Уже в протоколы лечения острого отита, среднего отита, введены гомеопатические препараты. И что утверждено Министерством здравоохранения Российской Федерации. Научно-исследовательский институт Великобритании, на их сайте можно найти по гомеопатическому препарату конкретные научные доказательства его действия. Пройдет время, прежде чем гомеопатия встретится с наукой. Что касается гомеопатических лекарственных препаратов, очень часто у населения возникает вопрос, что это. У нас по законодательству гомеопатические лекарственные препараты это препараты. Они регулируются законом об обращении лекарственных средств и находятся в реестре лекарственных средств Республики Беларусь. Да, у них инструкция по применению общей характеристики лекарственного препарата отличается от препаратов, содержащих обычные дозировки действующих веществ. И это все будет написано там. С этим можно всем ознакомиться. Однако споры вокруг гомеопатических препаратов продолжаются. Несмотря на свой почтенный возраст и примеры исцеления, до сих пор даже среди врачей насчет этого метода нет единого мнения. Справедливости ради стоит отметить, что и некоторые другие нетрадиционные, но очень популярные методики так и не обзавелись убедительной доказательной базой. Однако им доверяют. И порой люди идут к гомеопатам как к последней инстанции. Когда другие способы лечения не дали результатов. Приходят люди к нам в основном от безысходности, когда им уже ничего не помогает. Это сложные, очень довольно-таки сложные случаи, особенно сейчас, после ковида. Это просто уже, как говорится, крик отчаяния. И несмотря на то, что ничего не помогает из других методик, гомеопатия все-таки способна помочь, как ни странно. Пусть не вылечить там сложное хроническое заболевание. Не все заболевания лечатся. Это тоже надо понимать. Но помощь будет однозначной. Онкологические больные – особые пациенты. Иногда, услышав страшный диагноз, человек уже ставит на себе крест, даже принимая препараты. Ученые говорят, проблема заключается в нашем мозге. Если он отказывается верить в успех лечения, происходит конфликт жизни и смерти. И неизвестно, кто одержит победу. О таких случаях, когда сами пациенты загоняли себя буквально в яму, врачам известно достаточно. Поэтому хорошее настроение больного и его вера в лучшее играют важную роль. Я познакомилась с парнем. Он лечился в Тибете от четвертой степени рака. Все прошло, и я ему задала вопрос. Говорю, как тебя лечили? Куда ехать вообще? Что мне делать? Потому что, ну как, все, я не могу. Я постоянно просыпаюсь с этими болями, мне плохо. Он сказал, меня не лечили никакими травами, мне просто меняли сознание. И я поняла, что главная причина болезни все-таки кроется в голове, и нужно начать лечение с головы, как и говорил доктор. Спонтанные выздоровления, при даже самых иногда тяжелых онкологических заболеваниях, когда говорят человеку, что ну, палиативная медицина, либо просто уход за вами, да, а потом через некоторое время приходит человек и удивляет врачей. Конечно, каждая такая история надает надежду огромное количество людей. С другой стороны, ну, наверное, тут тоже очень хочется корректно сказать, да, все-таки таких чудесных историй всегда очень мало. Ну, к чудесам, наверное, надо относиться как к чудесам. Так что такое чудо? Это то, что по всем научным законам не должно происходить, но происходит. И такие истории, когда пациент смог победить болезнь, поверив в исцеление, все же есть. Нейробиологи утверждают, в случае необходимости человек может заставить свой мозг провести внутренний осмотр организма и залатать в нем прорехи. А психологи добавляют, важно то, как пациент себя настроит. Я рассказываю всем об этом, ну, наверное, не просто, чтобы все бросили, да, лечиться медикаментами, а чтобы поняли, что любая болезнь, даже самая серьезная, она может отступить. Может быть, нам болезни даны для того, чтобы мы что-то поняли, осознали, может быть, мы не туда пошли и нам надо идти в другую сторону, потому что вот сколько я общалась, в больнице лежала, со всеми своими девчонками, мальчишками, кто туда поступает, да, кого-то не стало, кто-то исцелился, кто-то что-то осознал, кто-то перезагрузил свою жизнь, поменял сознание, и болезнь ушла. Поэтому я считаю, что мы можем где-то сами себя программировать, и мы можем сами себя исцелять. Теоретически выздороветь можно от любой болезни. И это зависит от внутреннего состояния человека, от его мировоззрения, от его готовности, от его веры. Здесь очень много факторов. Но вот так вот чудесные исцеления получают далеко не все. Человек, чтобы исцелился окончательно от какого-то заболевания, он должен стать другим. Какая-то трансформация, какая-то алхимия внутри него должна произойти. Поэтому и исцеление надо заслужить. Эффект плацебо, безусловно, играет позитивную роль. Благодаря ему можно, например, смягчить побочные эффекты от препаратов. Но все же не нужно забывать, что это не волшебная таблетка от всех болезней. Не стоит уповать только лишь на воображение и отказываться от медицинской помощи. Кто знает, возможно, в далеком будущем мы сможем полностью обходиться без лекарств, активизируя по желанию резервы собственного организма. Пока же изучение эффекта плацебо продолжается. А это значит, что нам предстоит узнать о многих интересных и, может быть, шокирующих открытиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова